Да, поздно пить боржомой. Знаете ли, в общем-то, вот такая политика ныне. Она, да, изменилась со временем. Так вот, и в житии Макария Египетского там еще, ну, десятка-два, не меньше, этих случаев откровенного спиритического общения с душами умерших, которых он вызывал. Но все эти случаи мы знаем в основном из его уст, со слов его записано, то есть, ну, почти без свидетелей. Только лишь один случай я нашел там, именно, который описан при свидетелях. Это случай такой скандальный был в Египте, в то время такие чикатилы были редкими, серийные убийцы. И вот нашли труп женщины, и по округе пошла шумиха, это было очень, настолько изуверское убийство, что даже египтяне там чуть не до речи потеряли. Значит, одним словом, и обвиняли одного мужчину. Считали, что он убийца, значит, там, маньяк какой-то, убил эту женщину. Вот, мужчина клялся, обожился, что он не виноват, но, как бы, у него не было, как говорится, алиби. Значит, и все на него, как бы, косились, что это он, скорее всего, убийца. Судьи, как бы, обсуждали все это, и вот, в таких случаях, когда, как бы, они не могли решить судьбу этого мужчины, вот, в древнем Египте было принято обращаться к этим, ну, битве этих колдунов, там, экстрасенсов, там. Короче, да. Да, но найти колдуна в конце четвертого века уже было, ну, трудно довольно, потому что, вот, значит, потому что, ну, это было запрещено, вообще-то. Да, потому что все христиане в судьбу. Но, вот, я решил обратиться к этому Махалю Египетскому, о нем молва уже ходила, что он там спокойненько-незапросто вообще общается, вот, и было решено его попросить выступить в зале суда, как бы, как вот, консультанта такого. И, вот, значит, он откликнулся на предложение, пришел в горы специально, вот, сеанс был проведен, вот, уже в христианском Египте, представьте, да, значит, повели его на кладбище, там, народ пошел, значит, на кладбище. Вот, и показали ему могилу этой женщины, он там что-то, там, пошамалил, там, значит, там, и, значит, вызвал, как бы, дух этой женщины. Вот, люди не видели, но он утверждал, что дух стоит вот сейчас здесь, описал, ну, вроде как, вроде как женщина такая, ну, ладно. Значит, но люди услышали голос, этот голос они опознали, как голос той самой женщины. Хорошо. Хорошо. И эта умершая выступила в суде, будем так говорить, и сняла все обвинения с этого мужчины. Заявила, что, как говорится, невиноватый я, или невиноватый он, как бы, и все. Да. И, значит, того мужчину отпустили на радостях, как бы, из зала суда прям, а так ему все грозило смертной казни. Так вот, и это вот, как бы, такой случай, наверное, единственный у него в житии, описанный в прилюдного такого спиритического сеанса. А все остальные случаи, там, ну, там, час отчества не легче, но это все были такие вот наподобие черепа общения. Вот, скажете, при чем здесь вообще Макарий? Дело в том, что он до сих пор, до сего дня официально святой православной церкви. Божий, но не просто святой, а считается один из столпов духовности православной. И когда вам, я ставлю порой вопрос ребром, что вот доколе, братья, доколе, таких как Макарий, надо просто признать, что это опыт совершенно иной, не божественный опыт. Это опыт дьявольский, бесовский. Вот, но, понимаете ли, это как в той, про приключение Шурика, ленте. Помните, когда там этот Витцин пошел там по нужде, масса горшков там снизу, западул горшочек, вот там столько посыпалось. И сейчас он, потому что в основании такой пирамиды, если сейчас Макарий дернуть, там столько посыпется. Там гроб вот такой будет, что ой-ой-ой-ой-ой, там, знаете ли, там, там нужно автоматически, автоматом нужно деканонизировать, то есть, ну, как минимум, ну, сотни-две вот подобных спиритистов, но уже последователей. И больше того, придется пересмотреть даже современное духовное состояние православной церкви вообще. Потому что современное старчество чаще всего основывается на спиритическом опыте. Современное старчество, да. Жития многих святых, они возникли благодаря спиритизму. Ну, это, ну, я могу прямо сейчас назвать десятки случаев, если покопаться, и сотни можно раскопать таких случаев. Допустим, ну, вот, из недавнего лишних, пожалуйста, здесь в Киеве хранятся мощи Варвары, мученицы Варвары. Кстати, она, по-моему, ныне является покровительницей ракетно-ядерного счета России, по-моему, да. То есть, ну, я когда на Аляске выступал, значит, значит, они так много боятся, значит, что с Россией ракеты полетят ядерные. Говорю, братья, ну, одно радует, что все боеголовки освящены. Вот, и есть святая покровительница теперь. То есть, первая страна ядерного мира, которая осветила все свои боеголовки, значит, и есть святая ответственная за ракеты. Да, как бы, одно утешение, пусть слабое, но... Вот, святые ракеты полетят. Но, шутка шуткой, а там много других всяких святых, там, там, святые покровители того, сего, там, значит, там, даже такие заказные были канонизации, ну, явно политические, религиозные заказные канонизации, там, допустим, кого там, не помню, уж кого там канонизировали. Ушакова, по-моему, да, адмирала, там, там, кому-то еще там. То есть, ну, таких вот этих полководцев, знаете ли, даже, вот, было предложение этого Георгия Жукова, но только его партийная, как бы, знаете ли, принадлежность, как бы, не позволила. Хотя вопрос времени, в принципе, у Сталина что же, значит, его на иконах рисуют уже, ну, в России, по крайней мере, на иконах рисуют. Правда, без нимба, но это же вопрос времени, да, если нимб появляется там, довольно внезапно, может появиться. Но, по крайней мере, на иконах, которые зацеловывают прихожане, поцелуемы покрывают и шинель Иосифа Виссарионовича. Знаете ли, это, это, как бы, о многом говорит, знаете ли. Поэтому канонизация, это вопрос такой, это, как, допустим, даже в Софии Киевской, помните, кто бывал там на экскурсиях, там рисовали князей, при жизни прям. Ну, не было же телевизоров, других средств промывать мозги. Вот решили вот в храмах промывать мозги людям. Рисовали князей при жизни, знаете ли, его, их семейство. И поэтому, попробую похаритикую власть, если она нарисована в храме среди святых. Ну, как бы, язык не поднимется, не пошевелится. Тем более, все там, бабушки, все там, дедушки, все целовали, ну, и святых там, ну, и, понятно, и князей там, и... А потом проходили времена этих святых, их сделали святыми, и рисовали нимбы, и все, и уже вот, уже святой. Ой-ой-ой, хайбук мыло. Да. О сотнях имен. О сотнях святых. То есть, это, понимаете ли, это процесс, он до бесконечности. И сейчас всякие матронушки, иванушки сейчас популяризируются больше и больше. И все это бесовское такое действие, знаете ли, имеет целью отвлечь людей от Искупителя, от Господа Иисуса Христа, от того, кто действительно есть Спаситель наш. Он наш общий для всех, один за всех, и все должны быть за одного. Знаете ли, сегодня даже... Ну, ладно, я все-таки сейчас вначале еще об этих монахах пару слов скажу, потом о других святых. Так вот, касательно монахов, говорю, что там много полетит, на самом деле, столько много, ведь жития святых, я вам Варвару упомянул уже, каким образом ее житие, вот это, даже вот то, что мощи ее лежат в Киеве, да, там рука, там что-то еще там, фрагменты тела ее. Значит, до какого-то времени, ну, к примеру, грубо говоря, сто лет, допустим, да, это был труп девушки, и спорили, это фрагменты тела именно той самой Варвары, или же это просто, ну, похожая девушка, или вообще, ну, не знали, чье тело это. И вот, одному киевлянину, у него брат, по-моему, или, ну, кто-то из родни, был настоятелем где-то на Подоле, по-моему, монастыря, а он был, ну, средним классом, мелкий бизнес, там, дешево, ну, так вот, жил себе на Подоле. Значит, и он разболелся тяжело, значит, и вот, и сказал, что я буду пить для исцеления воду с трупа этой девушки. Значит, послал гонцов туда, на ее, вот, к этому саргофаргу, чтобы помыли, ну, то есть, представьте, труп, который уже не одно столетие окоченевшим является, ну, девушку поливали этой водой, и эту воду он должен был пить. Это, ну, жуть просто, это, знаете ли, думаю, в моргах, где омывают тела, наверное, производство святой воды будет просто непрерывным. Ну, и это выдается за христианство. И вот, ну, написано, правда, да, что он попил этой воды, как бы, и не козленочком встал, а вот, ну, исцелился. Представляете? Исцелился, вот, и он не мог спать, как бы, там, мучился, там, жар у него, и не мог спать вообще, значит, и покой не находил. А вот выпил воды, успокоился и уснул, а наутро рассказывает сон. Ему явилась эта Варвара во всей красе своей, значит, и говорит, это труп, это мой труп. И пусть никто не сомневается, это именно мои останки Варвары. И с тех пор было прописано, что все, есть полное удостоверение, что это останки святой Варвары. И до сих пор, вот, если вы придете, допустим, еще там, и спросите, а вы точно знаете, что это Варвара? Да, ну, как же, у нас в древних книгах прописано, что был такой случай, что тот мужчина исцелился, и во сне ему явилась эта Варвара, и рассказала, что вот, и плюс еще там пару таких историй своей жизни рассказала. Ну, ладно, жития многих святых были составлены исключительно на спиритических сеансах. Жития святых многих. Самый пример классический, там, рассказ про одного этого столбняка, значит, ну, не на столбе жил, правда, а в дупле дерева. Ну, не зверь, не птица, знаете ли, вот, с когтями, значит, там, волосатый, вот, жил себе такой, как леший какой-то, вот, знаете, вот, там, на дереве. Монах, ну, говорят монах, потому что, ну, там неизвестно точно. Короче, как все открылось. Один князь со своими, там, ребятами поехал на охоту пострелять. Ну, у князя была такая привычка, начали стрелять, потом, как бы, спрашивать, что-то такие. И вот, ну, князь скакался, бил, и вдруг видит такое чудо-юдо, когтястые, волосатые, на дереве. Он, короче, раз там, оба, меткий стрелок, да. Да, да. И сразу наповал. Подскакал, ребята подскакали тоже, смотрят. А у него там кресты всякие, иконы на нем, цепи, кроме волосатый весь, да, когтястый, значит, там. Ну, так как, вот, а, у него весь в иконах Христа, значит. И в дупле, там, у него, там, келейка, там, какая-то, там, может, какие-то иконы, там, образа. Вот это, да. И, конечно же, этому князю говорят, ну, это все, это конец твоей династии. Вот все, это дурной знак, убил, видимо, святого человека. Он себе молился, себе на дереве, а ты взял его, и он. Ну, князь, ну, понятно, значит, быстро к батюшкам на консультацию. И, конечно, там ему, там, насчитали, там, очень большую сумму, вообще. Не то слово. Короче, князь раскошелился так, что уже и рад, и не рад был, так что. Думаю, а так, что его отварило, так. Одним словом, был построен монастырь, целый монастырь от Грохова, представьте, на этом месте. Значит, а ведь его должны знать, кто его звать вообще. И кто он такой вообще, никто не знал. Короче, ну, для этого чудо-юдо сделали, ну, да, значит, сделали, значит, саркофаг камнями, украсили золотом, серебром, значит, там, во искуплении духов, как бы, князя. Значит, то, что умрет бездетно, значит, там, и проклятым, все. Значит, короче, от Грохова, вот, собрались монахи, ну, как бы, бюджетная корыта им, как бы, уже была открыта. Значит, и, то есть, на обеспечение были сразу же. Представляете, но одна незадача, как же звали этого бедолога вообще, и вообще, что же за история такая? Нужна была легенда. И вот, здесь, как бы, вот, как раз спиритизм помог. Одним словом, этот умерший стал являться, значит, этим монахом, и те один за другим стали, там, рассказывать эти истории. Они любили в основу его жития. Он рассказал даже о своих родителях, там, вообще, о том, как он жил себе. И, и был такой, как вот, знаешь, такой, прям вот, ну, прям, вот, ну, прям, вот, амагута. Значит, букашку не обидит, таракашку не обидит, значит, представьте себе, там, представьте себе, зелененький он был. Значит, знаете ли, ел одну лишь травку вообще, не трогал и козявку. И вот, и вот, князь взял его и вот, и убил. В общем, короче, получилось так вот. Ну, ладно. Значит, вот, и с тех пор, представьте, один из великих святых, вот, на Руси, славняков, вот, все, что о нем известно. Реальный факт, это вот то, что князь на охоте убил не того, как бы, не того зверя, да. Вот, значит, но подлинно все из спиритизма. То есть, если уберешь аспиритизм, получается, все это, ну, вообще, просто надо все перечеркнуть. Вот это, да. А там таких историй не имели, это я вам, ну, такие, как бы, известнейшие, там, какие, на слуху. Я уж не помню, слава богу. Знаете ли, слава богу, много файлов уже, как бы, они вышли в корзину, а потом, боюсь, даже из корзины уже удалены были. Ну, и хорошо, что, потому что жить с этим было очень тяжело, первые годы. В 96-м году, когда я вышел из традиционного православия, знаете ли, ну, скажу так, ну, лет 10, даже больше, мне было очень тяжело. Потому что, ну, как вот Шерлок Фолмс говорил, голова это не чердак, чтобы ее всяким хламом там заваливать. Я помнил и весь типикон, календарь, значит, там, и Жития Святых. Четти Минеет, не только новой версии, но и старой, изучал в свое время. Теперь, слава богу, значит, бог почистил мою память. Теперь забиваю ее не хламом, не рухлядью всякой, а божьим словом истиной. Но, я, в принципе, пишу, там есть у меня подсказки в конспектах, назвал материал «Свобода от религиозного оккультизма». И там привожу эти примеры, эти имена этих святых, там их целый список, довольно такой увесистый уже список получился. И много имен. Вообще, вы понимаете, что это проклятие, когда на черное говорят, это белое, на белое это черное. Это очень плохо для церкви, сказалось очень даже страшно. Ну ладно. И помните, я сказал о Эфесском соборе, да, 431 год, да, друзья, первых четыре столетия, я напомню, в христианстве не было даже намека на то, чтобы можно молиться было кому-то еще. Но, вот, кстати, и по поводу иконопочитания, параллельно с многобожием развивалось и иконопочитание, и другие вульгарные формы такого идолопоклонства. Это ужасно. Не сами иконы, конечно, кресты проблемы представляют, у меня тоже, значит, крест. А то можно сказать, чаба корову мучала, да, твоя молчала. Не, ну, нет, я не рекомендую кресты носить вообще-то, для меня это мой имидж, это уже, как бы, знаете ли, это уже образ священника, да, вошел в роли, вот не могу выйти, наверное. Но, пока не надо, да, пока. Не, ну, в принципе, я то переплачаюсь, то в Рэбе, то в Кобой, то в принципе, да. Но, в общем-то, главная моя ипостась, это вот ее, собственно, батюшка, главная моя роль в жизни. Значит, и этим я служу Богу, каким образом последние эти годы, начиная вот с того самого 96-го, когда вышел из РПЦ, знаете ли, есть это желание всегда, как вот сказано у Иоанна, очень хорошо было записано, 8-32, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Большое желание, чтобы и многие священников покорились вере, большое желание, чтобы многие люди познавали истину. И в нашей культуре, в культуре наших народов, наших стран, вот, очень православных по своей сути, и наши евреи, и украинцы, и русские, и многие-многие другие белорусы, православные очень по своей культуре, по своей, ну, по мышлению своему. И я думаю, что это поможет очень многим, и евреям, и русским, и украинцам, и белорусам, знаете ли, посмотреть и на веру свою, и на традицию, и отсеять земно от плевел, знаете, не путать, как говорится, Божий дар с яичницей, вот, одно с другим. И очень часто, мое служение, вот, ряса, да, ношу часто ее, надо, не надо, значит, ну, часто или с собой беру, или она у меня, да, с собой, или же даже на мне часто, но не с целью показаться перед людьми, потому что Иисус говорил остерегаться тех, которые любят ходить в длинных одеждах, то есть, чтобы так показаться, знаете, как бы, это неправильно, неправильный мотив, а именно послужить людям, вот, и многих уже было случаев и покаяния, и исцеления, и даже, вот, я вот упомянул там воскрешение, значит, но другие были случаи, я на шабате рассказывал о случае с мальчиком, а еще были другие случаи воскрешения, когда из мертвых уже, значит, и тоже помогала ряса не воскресить, а помогала, знаете ли, послужить людям, будем так говорить. Ну, там был случай, когда в поезде ехал просто, ну, я часто рясу так раз уже вешаю, снимаю, навешаю, ну, уже знаю, батюшку уже в вагоне, и уже, уже есть у меня всегда возможность так поговорить с людьми по душам, значит, и бывает часто то, кто там исполит, кто там, ну, правда, тяжело, когда пьяные беседы, значит, ну, хорошо, когда трезвые люди, вот, вменяемые, но всегда есть возможность помолиться за кого-то, вот, и, ну, был случай, когда проводница умирала, ну, мы не знали этого, нам не объявляли это, по громкой связи лишь говорили о медицинских работниках, ну, как бы, а куда, что ешь, не знаю, тоже, и вот там проводницы пришли, значит, уже такие плачущие уже, и вы же батюшка, да, вот попросили помолиться, ну, они думали, чтобы, ну, знаете, как вот, отходная молитва, вот, да, вот, и я пришел, значит, туда по вызову, значит, батюшку по вызову, значит, ну, я пришел, да, куда зовут, я иду, пришел, да, нет, а, всякие бывают случаи такие, вообще, это было, нет, бывают такие, бывают всякие, вообще, очень странные бывают даже случаи, вот, и, как там, в Киеве здесь, один там звонил, значит, просил повенчать с его женой Васей, я говорю, может, Василиса или Василина, не, не, Вася именно, ну, уже реформаторская, мы не в ту степени реформаторская, вот это да, да, то есть, всякие бывают случаи, вот, а в том случае было так, да, вот, что там вот было закрыто, где вот проводники, проводники, это вот, отсек этот, вот, и там собрались проводницы, начальник поезда, медицинский работник, доктор там был, вот, и при мне уже, что я слышал, первое, когда за мной закрылась дверь, уже там был на месте, то этот врач констатировал уже, ну, смерть уже, и он, значит, сказал начальнику поезда, чтобы давали отбой реанимационной машине, ну, на следующей станции был вызов уже реанимационной машины, но давать отбой, и чтобы вызывать уже труповозку, потому что, говорит, уже все, уже, на, уже ничего это сделать, сильнейшее отравление, женщина лежала, ну, я так понимаю, что уже, ну, она такая черно-зеленая, глаза, как куда-то ушли туда, значит, но зрелище неисприятнейшее, знаете, как-то, ужасник такой какой-то, вот, значит, и женщины плачут, проводницы там собрались, там полно, как вот, бочки, селедка, просто один к одному, значит, и они плачут, женщины, значит, ну, прощаются со своей подругой, как бы, да, вот, ну, и здесь я, вот, батюшка, значит, и, но я не отходу молитву читал, вот, знаете, прямо вот, как-то, оно прямо, вот в таких случаях, я пробовал молиться, и, ну, уже, ну, много раз, ну, лишь несколько раз был случай воскрешения, остальные разы даже, ну, и напрягаюсь, и все, вот, не получается, не, вот, а вот, когда, вот, видимо, Бог дает, там, само собой, просто, как бы, не упирайся, а иди, вот, и, да, я говорю, давайте будем молиться, а мы, ну, думали за упокой, не, за ее жизнь, просто, ну, я уже, врач уже, как бы, на меня, так, знаю, Зачем батюшку? Да, 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 батюшка, не должно, как бы, батюшку позвали, вот, и этим женщинам, давайте молиться, а батюшку, мы не умеем молиться, повторяйте за мной, говорю, значит, себя гречным признаете, ну, там, то есть, буквально, это, знаете, как вот, как Капелана рассказывает, возвращаясь с отродом, рассказывает, что буквально, там, полминуты, минуту нужно все Евангелие рассказать, очень коротко и ясно, потому что в следующей минуте может уже быть человек, уже, уже, пуля, и все, или уже под градами, то есть, нужно буквально за пол, за одну минуту все рассказать и кратко сказать, Бог, прости меня, и Иисус, ты мой Господь, то есть, все, дальше уже будет, уже, может, поздно даже, для человека, вот, и, и вот здесь очень кратко, просто, буквально, Бог дал такие слова, я сам удивился, вообще, Евангелие буквально в двух словах, значит, и они молились, повторяли молитву, молимся за эту женщину, не как за мертвых, а за живую, молимся, одним словом, скажу коротко, что это было чудо для меня, снова шокирующе было, женщина вернулась в себя, стала дышать, значит, там, у нее кожа стала меняться, на глазах буквально, немая сцена сзади, это ощущение, шкурой, знаете, я ощущаю немую сцену сзади, врач, который, там, смотрел на меня, как, ну, так вот, да, значит, он, значит, говорит при мне, начальнику поезда, мы еще молимся, я там, паузу, он говорит начальнику поезда, отменяйте труповозку, вызывайте снова реанимационную, значит, там, видимо, у нее шанс какой-то там появился, не знаю, там, одним словом, он, там, при мне звонит, тут же, значит, сообщает туда дальше, значит, там, что, значит, чтобы вызывали снова реанимационную, я просто на той станции, что там думали вообще, А то труповозка, то реанимационный опять насчет труб. Что у них там, труп или живой организм? Да-да, пациент скорее мертв, чем жив, да. Можно вопрос? А люди, те, что молились, и какое потом было? Я думаю, что их очень хорошо все коснулось, потому что при мне, из того, что я помню, даже во время молитвы, одна женщина, я ни полслова ничего не говорил дальше по тексту, они сами соображали уже, что нужно делать. Они уже каются, отрекаются от блуда, отрекаются от еще чего там. А женщина брала пачку сигарет и комкала сама, проводница какая-то там, значит, бросала на что-то. То есть, они сами, это были их инициативы уже. То есть, я их даже не вот так не говорю, просто они сами уже молились так. И просили у Бога, своими словами, я говорю, самая важная молитва своими словами, когда сердце говоришь Богу. Ну, они это все видели, вот, воочию. Вот, и я скажу еще вкратце эту историю, она меня самого потрясла так сильно, очень потрясла. Знаете ли, я ехал на, получается, миссионерское служение, значит, а все мое служение заключалось, и там не было такого плода. И молился за людей, хоть бы что. А сама суть, окажется, поездки была именно в самой поездке. Да, да. Ну, вообще, странно вообще. Представляете, понимаете, в самой поездке. Ради этой, я понимаю, женщины, и ради тех женщин, которые там молились, там тоже. Ну, и, думаю, и врача тоже это касается, там, и это начальника поезда. Хотя они не молились, я так понимаю, но их что-то тоже коснулось наверняка. Вот, и, одним словом, когда уже подъезжали к этой станции, дали отбой и для реанимационной машины. Но не потому, что трубовозку нужна была, потому что женщина чувствовала себя, ну, не на все сто, но она была в человеческом виде уже. Она дышала нормально, ровно, пыталась даже улыбаться, значит, там. И я когда еду, там оставалось несколько станций, значит, о, нет, довольно долго еще. Но, одним словом, она собралась ехать до конца, дали отбой и машине реанимационной. Ну, доктора зашли, там, значит, местные, там, проверили, там, все, там. Ну, подтвердили, что ее можно дальше ей ехать, следовать по курсу. А там показаться врачам уже, на месте уже. И вот, дома уже. Дальше больше. Буквально через две станции эта проводница ходила, чай разносила, розовенькая, счастливенькая, улыбается, красавица. И стоит, уже тело лежало черно-зеленое, с закаткой, значит, знаете, глаза. И вот такая розовенькая ходит и раздает чай, разносит. Живая такая, она такая вся, знаете, такая вся на возбуде, такая вот, вот это да. Во, что крест его твоей вообще делать? Нет, не крест. Сам Господь. Понимаете, вот это, ряса, крест, это, возможность была людям, понимаете, не нужно было убеждать, кто есть, я вообще, там, ну, что. Это как бейджик, там, допустим, да, бейджик, ну, все. Даже гаичники сразу знают, что это, батюшка, это в раз пропускают. Не, ну, конечно, есть там, кто использует это для, там, собирает на храм. Люди думают, это на храм такой, они думают о храме своего тела, как бы, ну, то есть, разное понимание храма, как бы, да. Ну, в общем-то, но если эта цель именно спасать погибающие, то это благородная, считаю, цель. И много таких я могу весь вечер называть лишь такие случаи, ну, это вот назвать просто один из самых-таки просто, ну, удивительнейших для меня случаев тоже воскрешения непосредственно и исцеления. Потому что она была розовенькая, счастливая, здоровая женщина уже, вот, значит, разносила чай, улыбалась всем, удивительно. Ну, конечно, да, у меня была возможность еще там, еще станцию, я проезжал, когда, значит, ну, до своей станции, у меня была возможность с женщинами с этим беседовать и с ней тоже убеждать ее, говорить о том, чтобы, значит, наставление короткие давать, чуть-чуть, так, вкраплениями такими. Знаете-то, что, чтобы Библию читали, чтобы молились своими словами, обращались к Богу, чтобы общались, старались с теми, кто тоже любит Бога, Господа Иисуса Христа. То есть, вот такие наставления давал. Ну, и возвращаясь к теме вот этих иллюстраций, потому что время летит безжалостное время, есть такой псалом даже. Так, я назвал сегодня даже и многобожий, и идолопоклонство, и много всего остального. Вообще, и молитва за упокой, уже вы поняли, да, само собой, значит, что это ересь, которая, она пришла в христианство, тоже как имплантант такой. То есть, это инородное. Мне в 96-м году, тогда просто сельскому священнику, помогло, очень сильно помогло выпутаться из этой Вавилонии окаянной, как говорил этот Сковорода Григорий Савич. Значит, да, кстати, да, когда его приношали в лавру, и там письмо написали, помните, если читали, ну, лещавое такое письмо, вообще, бахвальное такое, и писали, вот, Григорий Савич, будете столпом веры в лавре великой, значит, ну, там, ну, короче, что-что могли писать хорошо. Ну, а Григорий Савич-то на язык был хвостер, там харизмат отдыхает вообще. Он там написал, что довольны вас бы столпов окаянных, в это вывело невеликой вообще. Правую палку везал без нажава вообще. Молодец, конечно, да. Вот, и там даже написали, потом, да, после его смерти, что мир пытался, значит, поймать, но не поймал. Вот, обознатушки-перебрятушки. Ну, все, Григорий Савич, да, пошел, значит, к Господу, не поймал его враг, а пытался, да, всячески поймать. И вот, интересно, если перевести примеры еще какие, в церковь были, да, вот, мне помогло Слово Божие, во-первых, выпутаться из Вавилонии этой окаянной, как бы, а второе помогло, это вот через Писание, знаете ли, через Библию уже, пересмотреть историю. И когда я убедился доподлинно, что многие вот эти вот учения, доктрины, в которые я верю, они не наши, это не наша, это не наши методы, не наши явления, это имплантант, это привнесено извне. И что оно вовне должно и уйти, и мне стало проще от этого освобождаться вообще. Проще, намного очень проще. Вот, и я думаю, это поможет многим очень христианам, запутавшимся, выпутаться. Потому что Вавилон, да, Бабель по-еврейски, да, Лейд Бабель, есть выражение, значит, пойти и заблудиться, запутаться. То есть человек пошел правильным путем, но заблудился, запутался. И вот, как вот иллюстрация, наверное, пример этот, помните там, кто у нас там, из запутавшихся, известных, Костромской мужик простой. Который, ну-ну-ну, полупроводник. Полупроводник. Ему говорили, а, Сусанин, Ваня, простой, Ваня, мужичок такой, да. Ему поляки доверились. Вот, опять конфликт цивилизации. Значит, они привыкли, да-да, нет-нет, не знали, что есть еще между ними различные оттенки. У этого Ивана Сусанина было 50 градусов от серого, знаете ли, это точно. Потому что он так втерся в доверие, знаете ли, к этим полякам, что те были в ужасе вообще. Они когда поверили ему, и зря, конечно, но понятно. И офицеры, и солдаты пошли за ним. А потом его спрашивают, его в дебрях уже, знаете, вот, когда уже, вот, куда зовет нас Сусанин герой. Ребята, вот, я сам здесь впервой. Вот. Ну, правда, я бывал там на родине Ивана Сусанина. Кстати, там один батюшка, еврей, кстати. Вот такой еврей. Значит, значит, и в том селе, где Иван Сусанин, ну, там даже музей там есть, это его, как бы, село. В этом селе, это легенда, как бы, этот рассказ, он по-другому звучит. Ну, местные, очень такие костромские злые мужики в этом отношении, на язык очень злые. Вот, и они говорят, что было дело по-другому. Их версия такая, что он просто реально сам заблудился, просто. Был плохой проводник, по-другому слову. Деньги пообещали, он пошел, значит, и сам пропал, и все пропали с ним. Ну, одним словом, либо он был плохой, либо хитрый, непонятно, значит, проводник, значит. Но, по крайней мере, он сделал такую работу, которая спасла жизнь русского царя тогда, значит. Да, и даже из опера «Жизнь за царя» называется. Знаете, вот так вот. И вот, и, да, значит, и что интересно, в духовном мире, получается, есть такие Ивана Сусанины, вот, которые вот именно такие, ну, подлые проводники такие, да, значит, полупроводники, есть подлые проводники, вот, значит, которые, значит, пытаются завести в сторону, в дебри. И вот, если верующий человек, он не христосинтличен, если он не имеет основания на твердом Слово Бога, то, знаете ли, ну, как бы, обманывает враг очень легко. Всяким ветром учения увлекает в сторону, и происходит беда тогда в жизни верующих людей. Целых конфессий. Вот, в моей жизни была беда с самого начала 88-го года, когда я начал свое служение в традиционном православии. Какая беда? То есть, я пошел за людьми, за этими людьми, люди в черном, как говорится, да? Да, сегодня тоже в черном. Значит, люди в черном. И это была моя трагедия. То есть, как молодому человеку, я, ну, видимо, понимал, что мне нужно за кем-то идти. Ну, какой-то авторитет. И я пошел за людьми. И когда, начав служение уже, или начиная свое служение, задавал вопросы, еще некоторые такие неудобные вопросы, может быть, священникам, ну, по крайней мере, тому, кому я помогал. Больше всего отцу Иоанну Квитовичу, это такой известный был священнослужитель, старец. Я помогал ему, и он давал мне путевку в церковную жизнь, будем так говорить. И в семинарию, и, в общем-то, и к священству. Это его, как бы, была инициатива, и я очень сильно загорелся этим желанием. И из простого художника, из меня очень быстро слепили батюшку. Вот, значит, и, знаете, интересно, я задал вопросы, но вопросы, в принципе, те же вопросы, которыми я вернулся в 96-м. Примерно те вопросы. Я говорил примерно так, что зачем нужно молиться, ну, кому-то еще, помимо Бога. Вот, как-то мне было странно все это, потому что до того, читая Библию, я читал там по-другому совсем все, вот в чем дело. Я не общался, не знал никого протестантов, там, если бы тогда познакомился, там, пояшкался, может быть, я бы, думаю, наверняка бы я прилепился бы каким-то протестантам, но лишь одну конфессию я знал, лишь одна церковь, я, вот, она была на виду, как бы православная, все. Вот, мама меня спрашивала, почему-то не в мечеть там, не в синагогу, а у нас они были вообще? То есть, один лишь вариант был, это вот храм, ну, и я пошел туда. Вот, хотя он больше напоминал музей, чем ту церковь, которую я вообще читал в Писаниях, ну, как бы, ну, думаю, стерпится, слюбится, как бы, знаете ли, что есть, то есть, да? Вот, и я спрашивал священника об этих вещах, ну, и до 88-го спрашивал, но в 88-м это уже, как говорится, сам Бог видал, потому что раз я буду уже служить не просто помогать ему раз в неделю или два раза в неделю, а каждый день уже буду, и на зарплату уже, то мне нужно, как бы, уже, понимаете ли, ну, ответы на эти вопросы, ну, очень важны для меня. И он мне примерно так сказал, ну, и на другие вопросы мои, касательно веры, он сказал примерно так, что, вот, Сережа, он, Сережа, Сережа, не, не, просто он сам в Западной Белоруссии был, и у него такой, мне очень нравился его говор такой, Сережа, Бероза, там, Сережа, и вот, значит, и он, значит, там, сказал примерно так, что, Сережа, представляешь, ну, ты что, самый умный? Это так страшно звучало вообще, думаю, это, в Союзе считалось это как проклятие вообще. Самый умный, вот, и, значит, и он сказал, ну, представь, вот ты вот, небоцерковленный, да, вот ты достал Библию, прочитал ее, ты, понятно, понял ее не церковно совсем, в отрыве от предания, как бы, церковного, а это уже, как бы, уже не считается. Это не по-правду, что ли? Вот, да, это полно ереси, конечно, он охватался сам собой, он выдумывал себе своим плотским умом, там, что-то там, он придумывал. Вот, чтобы правильно понять Библию, надо обращаться к отцам церкви, ну, к древним, которые жили после, там, допустим, да, написания Библии. Но и их уже понять уже невозможно нам, нужно обращаться к отцам ближайших к нам, но и, то есть, как испорченный телефон, знаете, вот, как испорченный телефон, обращаться вот именно через отцовка, отцам, 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 и туда, значит, до Библии уже руки не дойдут. Это как ловушка, ловушка дьявола, это как в традиционном современном иудаизме, пустая тора, ну, можно все, что угодно списать под эту гребенку, знаете, вот. Это просто, как бы, в общем, в целом ни о чем, ни о чем. Кто во что гораст, так и учит, значит, и это все устные тора, ну, проблем. А на письменные так и не доходят руки, только лишь губы доходят. Знаете ли, вот, когда вот выносим тору, там, целуем ее, да, внешнее почитание, но, по сути, внутреннее отторжение, вот это характерно и для отступнического христианства. Эта идея, она очень популярная. Чем Ешинов промывает мозги будущим рабинам, так же промывает мозги будущим батюшкам. По такому же сценарию. Другие термины, но, как говорится, хрены, редьки не слаще. Или васаби, там, не слаще. Это все, как бы, из одной оперы религиозной. Дурит нашего брата Равина и батюшку, в принципе, одинаково. Одинаково. Вот, типичное такое дурение мозгов будущих Равинов. Обычно приводят такие примеры. Вот, ну, немного систему Ешива, немного знаю. И, так вот, рассказывают такие легенды, рассказы такие. Что вот, некто праведник какой-то был, какой-то цадик там, который имел определенное воззрение, свое мнение. И другие учителя с ним не соглашались. Он доказывал и сказал, я могу сделать три чуда. В удостоверении вам, чтобы вы знали, что это от Бога. То, что я говорю, это истина. Они говорят, ну, попробуй. Он совершил три чуда для них. Те посвящались, пошушукались, сказали, нет, нет, мы все равно не верим тебе. В конце концов, Всевышний, всемогущий Бог уже вмешался в разговор. Значит, и прямо с неба сказал, что вот этот цадик учит истина. Они опять пошушукались, Равины остальные, нашучителя, и заявили, что мы вам не верим. Потому что у вас только двое. Всевышний и цадик, а нас больше. Мы сейчас проезжали как раз, бывший большевик. Принцип большевизма рожден в волковой религии, собственно. Вот мы, нас большинство мы постановили. И то же самое в православии, то же самое в эстетическом христианстве. Другие примеры, но то же самое. Что даже если там и какие-то были, ну, как бы, знаете ли, правдивые истинные учения, но если нас большинство постановило вот так вот, то это так оно и будет вообще. И даже, знаете ли, что мы свяжем на земле, то даже сам Бог уже не развяжет. Это все, все бесполезно. Вот, а что мы развяжем здесь, то там будет развязано это уже само собой, разумеется. И уже Всевышний превращается в такую золотую рыбку на посылках уже, знаете ли, он же. Вот, но он не согласится с такой ролью, быть рыбкой на посылках. Потому как, действительно, и иудаизму, и христианству нужно просто покаяться, ну, иметь мужество. Иметь мужество, пересмотреть через Писание, через Слово Бога, пророческое Слово. Пересмотреть свою традицию, свою культуру, свою историю. И дай Боже нам в этом силы. Потому что сами мы вряд ли это вообще осилим. Вряд ли это мы сдвинем. Эти горы, знаете ли, пример из языческой истории. Может, не совсем кошерный пример, но как бы из истории Геракла. Помните этого такого героя, супергероя, супермен античного мира. Так вот, и когда ему там нужно были эти конюшни почистить, где там кони нагадили столько, что даже Геракл понял, что здоровья не хватит. И он, значит, что сделал? Прокопал, хитрый грек, да? Прокопал русло реки, значит, и пустил воду на эти конюшни. И вода вымыла. Я говорю, знаете, хороший пример. Здесь-то знакомый пример. Думаю, стоп, самим нам не перелопатить. Столько нагадили здесь, что не перелопатить. Ни в христианстве, ни в иудаизме. У нас есть лишь один способ сейчас прокопать как-то русло реки, чтобы Божья вода просто вымыла наши конюшни, наши конфессии, наши динаминации. Чтобы действительно, ну, его сил самим невозможно просто будет сделать вообще что-то такое подобное. Реформация – это Божье чудо, на самом деле. Слава Богу за тех, кто лопатой там как-то лопатил. Но лютер тоже лопатил. И Кальвин, и Цвингли, и анабахтисты. Но они лопатили, и сами изгадились, и сами нагадили еще больше. Понимаете, люди стараются, да. Но когда Бог совершает работу, это совершенно. Это чисто. Слава Богу. И Ханука, поэтому это не только какие-то наши потуги, усилия, это Божье чудо. Это Божье чудо. Это даже если вот один сосуд остался вообще, один сосуд незагаженный, не оскверненный. Даже этого всемогущему Богу достаточно, чтобы совершить чудо. Чтобы, ну, знатели, чтобы вдохновить народ, чтобы зажечь минору, чтобы огонь горел, чтобы все возобновилось. Маленькое чудо. Обыкновенное, казалось бы, такое чудо. Но оно было действительно великим чудом. И сегодня, понятно, мы ждем чудо от Бога. Я доверяю ему, потому что знаю, что по-человечески реформация, ну, невозможна. Не к православии. Даже в Украину приехал я в 97-м, через год после выхода из традиционного православия. Тоже не от хорошей жизни приехал. Думал, это будет, как бы, ну, на время отсидеться, знать, отдышаться. Вот, а Бог дал здесь призвание именно реформатором быть и трудиться. Украина стала моей второй родиной уже. Это для меня было таким чудом, просто, ну, уму непостижимо. Вот, и я верю в это промысел Божий. Каждый из нас Бог ведет каким-то промыслом. Сегодня вечер мы провели вместе. Вот, пусть Бог помилует тех, кто сегодняшний вечером молится к Богородице, к святым. Пусть Бог простит этих священников, которые вольно, невольно в этом участвуют. Я был в той категории священников, которые верят в то, что это все от Бога. Я себя уверил в это, я жил этой верой. Но разуверился в этой вере в 96-м году, вернувшись в Библию, к Слову Божьему. И слава Богу, что разуверился. Потому что написано, имейте веру не абы какую, лишь бы верить, а имейте веру Божью. Веру Божью, веру святую. Потому что наша вера, она, по сути, как и наша праведность, она яйца выедена, мне стоит, как запачка надежда. Но есть вера и праведность Божья. И покориться праведности Божьей, это совершенно другая вера. Это совершенно иная вера. И эту веру обрели многие еврейские священники в деяниях апостолов, покорившись праведности Божьей через веру во Христа Иисуса. Да, друзья, и по поводу культа Богородицы, коли я уже сказал А, скажу и Б, введение во храм. История такая, что Мария, когда ей, ну, даже еще до ее зачатия, даже, как бы там был обет родителей, что если родится ребенок, посвятим Богу. И вот, когда Мария родилась и исполнилась уже, сколько, 4 года, по-моему, да, ее привели к храму и девочку отдали на воспитание в храме. Значит, по легенде, ну, это, я говорю, легенда, но это есть вера сотен миллионов христиан, католических и православных. Согласно этой вере, ложной, конечно, неправильной вере, патриарх, будем так говорить, первосвященник, в тот день увидел эту девочку, Машинку. Да, есть Маша Медведь, это Маша и патриарх. И он, значит, и он взял эту девочку и завел ее в храм, и завел ее кадош-кадошем, во святой и святых Иерусалимского храма. По древней версии, древней версии, он вышел один. А родители спросили, а где же девочка? Она утонула. Одним словом, он сказал, что она осталась там, она осталась во святом святых. И жила она там до 14 лет. Вот это да. И как я там один раз оговорился, и питался она ангелами. Оговорочка по Фрейду. Она была питаема ангелами, то есть ангелы проносили ей там, значит, еду. Все было такое чистое, безотходное. То есть, безусловно, она там, ну, жила, просто жила, может, в классике играла. Представьте, значит, раз в году видела человеческое лицо, человека, батюшку там, с крапилом. Да. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, Машенька. Как ты здесь? Да ничего. Живу себе во святом святых. Ну, когда уже в 14, уже вроде уже, как бы, уже повзрослела уже девушка, значит, ну, пора, как говорится, уже уходить. И она вышла. Она вышла, да, и прямо оттуда, прямо замуж выскочила, представляете? Да. Прямо со святого святых. Да, не, но более современная версия, она еще более невероятная. Что? Современная версия такая, что все-таки первосвященник выбил ее тогда же, в тот же самый день. Мама, папа, обрадовались, конечно, но она осталась там жить при храме, но современная версия еще более невероятная. Согласно современной версии, она жила при храме, жила обычной жизнью, девочки обычной, при храме, как бы, странная очень, да, жизнь. Вот, и она каждый день, каждый день, без исключения, якобы ходила молиться во святое святых Иерусалимского храма. На глазах у всех священников, на глазах у всего Израиля. Вот это да. Да, хорошо, сейчас нет здесь, знаете ли, хасидов или там, сейчас они бы перекрестились, а с поиском, скажем бы, такого не было. Вот платежка заливается, скажите. Ну, представляете, вот эта вера, вера в то, что вот якобы это было. Зачем эта вера нужна вообще? Для чего это больная, неправильная вера? Чтобы, как бы, особый статус подчеркнуть Марии, что вот якобы тогда даже вот первый священник разглядел и вот она жила там, во святом святых, и прямо под венец оттуда, значит, ну, под хупутуешь. Значит, за старичка, знаете ли, якобы Иосиф был такой уже, седина в бороду, знаете ли, значит, уже там, знаете ли, как воспитатель, дедушка. Ну, ладно, это отдельная история. Ладно, значит, якобы у них не было детей, и вообще у них не было никакой близости, значит, вообще всю свою жизнь. Вот, значит, а дети, братья, сестры? Ха, на этот счет много разных легенд. Есть версия, что это просто были усыновленные, удочеренные этой семьей. Ну, знаете ли, как Махненко берет, там множество детей, усыновляет. Значит, есть другая версия, что это были дети Иосифа от первого брака, вообще. Да, это стартус, подчеркиваю, его старший. А что был первой женой? Вот, кстати, да, не уточнял. Интересная версия, да. Да, это как в общине. Здесь же у вас одна сестричка в анкетировании, при анкетировании написала, «Еврейка по первому лужу». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Интересно. Я помню, Борис Лучше зачитывал такие моменты. Интересно, там Жванецкая отдыхает вообще. Вот, и интересно, по первой жене кем же был, значит, да, Иосиф. Ну, ладно. И вот, значит, якобы, якобы, там, а, есть версия, что это были духовные дети, как бы, духовные их чады, как бы, значит, там, да. А почему бы не допустить, что это дети Иосифа и Марии? А вот, понимаете ли, согласно гностицизму, вообще, жизнь половая, вообще, деторождение, это как бы, это грех. И якобы Мария, согласно версии православной, даже современной церкви, она родила даже, ну, таким, ну, типа кесарево сечения. То есть родила так вот, и сбоку, родила Иси, написано. Вот знаете, так вот штучка. Без шоу, да? Да, ну, как бы, такая версия есть, такая. Да. Ну, да. Там столько версий, вообще, уму непостижим. И вот, представьте, в основе вот этого праздника, сегодняшнего начинающегося, да, вот такая легенда, что это вот Марию ввели туда 4 декабря. И она поселилась там, ну, в мраке, конечно. Там есть другие легенды, кстати, даже смерть ее была, согласно вот этой вере, она была такая, ну, удивительная тоже. Это вот в августе, да, знаете, праздник, Успение. Успение, да. Лавра вот наша здесь, Киево-Печерская, посвящена как раз тому празднику Успения. Приседа Богородицы. Там, значит, говорится, что якобы Мария, представьте, уже на старости лет, значит, вдруг опять удостоилась посещения ангела, опять Гавриил, и опять с такими словами, там, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Я говорю, Мария в шоке, что опять? Не, ну, это уже моя версия. Не, ну, приветствие было тот же, якобы. Ну, представьте, это же Гавриил. Вот, и Гавриил якобы в тот раз пришел уже, последний раз, пришел по ее душу уже, и говорит, что Мария, пришло время, пора, пора, я тебя забираю в небесные обители. Но Мария попросила отсрочки почему-то, вот, но у нее был свой замысел интересный. Она попросила, ну, он посовещался с кем надо, Гавриил, и сказал, ну, тебе, вот, раз ты такая пресвятая, как бы, и преблагословенная, то, как бы, две недели тебе на сбор даются. Она, ну, хорошо, и даже еще больше того, у тебя бонус есть еще, значит, ты можешь попросить желание исполнить одно, то есть, ну, да, я исполню твое желание. Так, ну, джин такой, значит, да, это скорее Джабриэль, чем, значит, Гавриил. И вот, ну, да, ну, и вот, значит, и представьте себе, значит, у нее желание, она сказала, вот я хочу, говорит, хочу, и того, и того, нет, хочу, чтобы все ученики Иисуса, апостола 12, чтобы они все прибыли ко мне на прощальную вечеринку. Вот, я хочу с ними поговорить, попрощаться и благословить их. Ха, хорошо, нет проблем, значит, мама, все будет сделано. Значит, ангелы, служебные духи, по воздуху перенесли всех апостолов с их мест проповеди в Иерусалим, принесли, кроме Фомы. Фома, неверующий опять, видимо, короче, его долго убеждали полететь, значит, он не соглашался. Значит, ну, поэтому все было, прощание вечеринка была без него, значит, мама попрощалась со всеми, кроме Фомы, благословила их и умерла. Значит, ее похоронили все ученики, значит, там даже был инцидент такой антисемитский, значит, там один какой-то рэбэ решил испортить даже и похороны, сорваться, значит, и он, значит, решил подбежать и толкнуть гроб, как бы, значит, там, с телом Марии при похоронах, чтобы, значит, опрокинуть, ну, опозорить. И вот, как бы, как бы он только прикоснулся к адру Марии, явился, опять-таки, ангел с мечом и сделал ему такое обрезание. Обе руки остались на гробнице и без руки рэбэ был, как бы, наукой для всего иудаизма, что нельзя касаться таких вопросов. Вот, значит, такая легенда, представьте, да. Поэтому рисуют, значит, обычно такого раввина, такого, значит, с отрубленными руками. И вот, значит, и дальше Марию похоронили, они пришли домой уже, значит, уже там уже, там уже, там уже, ну, прощаются, все, пора расходиться уже по своим, опять, местам служения своего апостольского. И вот прилетает Фома, явился, не запылился. Ему говорят, а где же ты раньше был, вообще, мы уже похоронили, уже попрощались, уже похоронили, уже в гробе лежит, уже мама. А он, как баналист, откройте, хочу попрощаться с мамой. Да уже все, уже, уже камень привален, ничего не знаю, говорит, все, откройте мне гроб и все. Ну, короче, Фома так достал, ну, ладно, пошли, пошли на кладбище, откроем тебе гроб, попрощаешься, значит, все, справишь свои религиозные нужды, как говорится. Значит, и по домам. И вот, и вот, значит, и представьте, значит, они на кладбище открывают гроб, а гроб пустой. Одни пелены и плат отдельной святой лежащей. Сцена очень так напоминала, вот как бы, вот это, да, да хорошо, не буду говорить. Ну, ладно, они, недоумевая, пришли на свою явочную конспиративную квартиру там, значит, решили совершить там хлебопреломление, как бы, значит, ну, и обмозговать это все, что происшествие, что же произошло. И в этот момент крышу срывают, исчезает крыша, потолок, и вместо, они видят небо, и прямо оттуда, с неба, большая мама сходит. Это дом большой мамы, уже 4, уже. Я бы так, с этого, значит, нашим, опять бы, Мартин Лоуруса пригласил бы, значит, он классно играет, большую маму. Значит, одним словом, сходит большая мама, фильм «Дом большой мамы». Значит, и интересно, значит, там, они, не то с Перебогу, не то с Откровения особенного, апостолы, причастие совершили не во имя Иисуса уже, а во имя Марии, и жевали хлебушек во имя Марии. Ага, и в это время мама сошла окончательно к ним уже туда, вот, значит, спустилась с неба и благоставила их, и сказала, что дана ей теперь власть уже, понимаете ли, матриархат. Теперь уже все, вот, и что она посылает всех учеников теперь на проповедь, идите, научите все народы, все, якобы она воссела Одесну и теперь своего сына. Сын Одесну и Бога, а она Одесну и сына. То есть, иерархия усложняется. Теперь уже мама уже, она уже там уже, ну, ключевая фигура ближайших народу. И вот, значит, и они, апостолы, якобы разошлись, вот, и уже рассказывали вот такие байки из клепа. Знаете, вот, ну да, по-другому не назовешь. Вот, вот такая легенда. И представьте, это тоже один из великих праздников, и огромная лавра, красивейшее место, да, посвящено, ну, просто сказке. Там Шахерезад отдыхает вообще, знаете ли. И, понимаете ли, сказки, вот эти вот обычные сказки, да, светские сказки, они, конечно, да, они, ну, в чем-то помогают, в чем-то развращают. Но человек вырастает, он понимает, что это просто сказка, это обман, это не настоящее. Я с одним тоже рабином, но он еще не мессианский, такой традиционный, тоже насчет сказок тоже ему все, и о том, и о сём расспрашивал. И вот один из вариантов, ну, почему нет, ну, сборника еврейских народных сказок, допустим. Есть там сказки там всех народов мира, а вот нет, не существует еще, не написано еще еврейские народные сказки. Почему? И вот, Рэба, в общем, мне понравился ответ, что мы не хотим детей своих обманывать. Вот, ложь говорить детям, это самое последнее дело. И когда человек, он сейчас поверит тебе, первых три года он вообще во всему верит, вообще, значит, но представьте, каково потом ему стресс переживать, и всю жизнь жить с этой, даже не понимая этого болью, что его дурили просто, просто разводили вообще. Пользуюсь его беспомощностью, он пользуюсь его просто неразвитостью, вот, что его обманывали, и про этих красных шапочек, и все, все, про серых волков, там, говорящих, и все. Понимаете, значит, и, или про Ивана Дураков, значит, который там полцарства, на халяву вообще, и красавица, и все, вообще, палец о палец не ударил, только рыбку поймал, и то без труда вообще, знаете ли, из пруда. Значит, от Ащука вообще у него стало хуже, чем у Джин, вообще, постоянно ему исполняло желание. Даже телевизор.